После летних каникул родная школа вновь распахнула свои двери для всех нас. День знаний торжественно отметили в Одинцовском лицее номер 6. На праздничной линейке выстроились школьники, родители и педагоги. Начало учебного года для лицея ознаменовано еще одним радостным событием. Нашему лицею 30 августа исполнилось 44 года. Все эти годы мы с любовью учим, создаем зону комфорта и безопасности нашим детям. Я желаю, чтобы мы стали с вами продолжателями тех традиций, я сейчас обращаюсь к первоклассникам, которые здесь заложены со дня основания. Лицей на протяжении 6 лет занимает лидирующие позиции в рейтинге школ Подмосковья. Жители Одинцова учатся в нем поколениями. Многие бывшие выпускники давно выросли и сегодня стоят на праздничной линейке уже со своими детьми. Эмоции переполняют. У нас очень радостное настроение. Мы очень ждали, когда же оно наступит, потому что у нас идет первый класс наш братик. И вот Таисечка у нас идет уже во второй класс. Поэтому мы все в класс попали, и я была в классе. Я учился и муж, и бабушка у нас тут учитель. Поэтому у нас тут традиция уже, можно сказать. Приемница поколений Таисия Кузьмина на летних каникулах отлично отдохнула и успела соскучиться по любимой школе. Я хотела скорее увидеть своих одноклассников, учителей я хотела увидеть, и мне было интересно, что будет во втором классе. Торжественная линейка началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Учителя сказали напутственные слова своим воспитанникам и пожелали успехов в новом учебном году. Также поздравить детей приехали почетные гости. Я от всей души хочу поздравить с началом такого волнующего для всех для нас учебного года. Хочу пожелать земных желаний. Всем крепкого здоровья, терпения и, конечно, успехов. С праздником, с началом учебного года. Для ребят подготовили веселую праздничную программу. Выступали школьные коллективы, народные ансамбли, красочные аниматоры и известные артисты. Встречайте, заслуженные артисты России Сергей Пенегин и Елена Целищева. Первый звонок прозвучал и во втором лицее. Первый школьный звонок. Ура! В этом году учебное учреждение распахнуло свои двери для 1238 школьников. А первый раз в первый класс пошли 134 юных лицеистов. Настроение просто превосходное. Это очень волнительный праздник. Но это праздник с таким волнением, которое дает тепло, доброту в душе, счастье, умиротворение. Мы очень рады. Мы всегда ждем детей 1 сентября. И поэтому это один из наших главных праздников. С Днем Знаний ребят приехали поздравить Одинцовские депутаты-единороссы. Разрешите мне от имени Совета депутатов Одинцовского городского округа, от имени главы округа Андрея Робертовича Иванова поздравить вас всех с 1 сентябрем. С Днем Знаний. Пожелать вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Больше всего внимания на школьные линейки, конечно же, уделяли первоклассникам. Еще вчерашние детсадовцы с гордостью послушали поздравления и наставления учителей. Для ребят подготовили большую праздничную программу. В ней приняли участие как творческие коллективы, так и сами ученики. Дети читали стихи и пели песни. Для учителей 1 сентября не менее долгожданный и волнительный праздник. Алина Губина окончила лицей серебряной медалью. С будущим мужем сидела за одной партой. А сегодня она учитель математики. День Знаний ждала с нетерпением. У нас достаточно продолжительный отпуск, успеваем соскучиться. В этом году мы готовились к новым в ГОСАМ, поэтому во время отпуска все равно работали. Плюс у меня трое своих детей. Ну, конечно, я очень рада была увидеть всех своих учеников, обняться с ними. И теперь буду видеть их чаще. А в завершение праздника в рамках акции, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, учеников начальных классов ждал вкусный подарок – мороженое. Спасибо и показываю всем. Давайте. Держите. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».